Адель Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка России, младший специалист Казанца Виктор Иванович. Связались с вами касаемо такой вопрос. Две минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Данную заявку подавали самостоятельно? Нет, ничего не подавал. Фиксирую ваш ответ. Также в системе банка отображается попытка перевода действующих средств вашего лицового счета на сумму 8 тысяч рублей. Данная действия подтверждаете? Нет, а кто мог это сделать? Данные действия производились от вашего имени. Не может быть. Если я вас правильно понимаю, ни одного из ваших перечисленных действий вы не подтверждаете? Нет, нет, это не может быть. Я вас понял. В таком случае, поскольку вы не подтверждаете ни одного из ваших перечисленных действий, мы расцениваем данное действие как мошеннистские. Также по регламенту банка буду обязан задать вам буквально несколько публичных вопросов по запись данного разговора. Также, Адель Вадимович, поскольку данные действия производятся именно по лицовому счету, а не по конкретной карте, либо же иному банковскому продукту, обязаны вы вас зачинить. Вам известно, что такое лицовой счет? Да, все известно. Хорошо. В таком случае, я также по регламенту банка буду обязан вас более детально проинформировать, что лицовой счет – это идейный счет, который отображается в структуре банка. Он закреплен за вашими паспортными данными и состоит из таких финансовых ячеек, как дебетовые карты, кредитные карты, сберегательные счета, вклады, сберегательные книги и иные счета. Лицевой счет также предназначен для внутрибанков без переводов и доступ к нему имеют исключительно сотрудники банка, а именно сотрудники контакт-центра горячей линии номера 900, операционисты в отделении банка и руководители данных отделений. Касаемо этого, информация по вашему лицовому счете была изъята из публичного доступа в службу безопасности нашего банка, дабы недобросовестные сотрудники более не имели возможности производить неправомерное действие. Вам это понятно, Адель Вадимович? Да, 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 я слушаю. Хорошо, в таком случае уточните. Карты нашего банка и карты иных банковских структур не были утеряны вами за последнее время? Так, нет, не утеряны. Вы можете убедиться в их наличии в данный момент? Так, наличия нет в машине у меня. Скажите, сколько времени вам потребуется добраться до вашего автомобиля? Ну сейчас, подождите минуты 2-3 сможете повисеть на трубке? Вы можете пока что надвигаться к вашему автомобилю, также подскажите, ваши паспортные данные вы не передавали каким-либо брокерским, инвестиционным компаниям, турагентствам, либо жирным банковским структурам за последнее время? Нет, не передавал. Фиксирую ваш ответ. В таком случае, по регламенту банка буду обязан составить заявку для финансового отдела. Также для этого необходимо будет с ваших слов зафиксировать перечень ваших финансовых ячеек в нашем банке и приблизительно остаточный баланс по каждой из них. Это необходимо, дабы в случае списания средств мошенниками банк мог компенсировать сумму списания вам в полном объеме. Это вам также понятно? Да, 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 все ясно. Подскажите, личным кабинетом нашего банка, то есть пербанком онлайн, вы пользуетесь через мобильное приложение, либо же персональный компьютер? Через компьютер. Фиксирую ваш ответ. Также подскажите, вкладчиком нашего банка вы являетесь? Ну, так, вкладчиком, да, являюсь. То есть денежные средства вкладывали под проценты в нашем банке, правильно я вас понимаю? Да, да, все верно. Подскажите, последние действия, которые вы совершали по вашему вкладу, это было снятие, пополнение, либо же пролонгация? Пополнение. Зафиксировал данную информацию, также подскажите, остаточный баланс, который вы фиксировали по вашему вкладу до акта мошенничества, то есть до нашего клан-звонка? 843 тысячи. Зафиксировал ваш ответ, также подскажите, дополнительные вклады в нашем банке имеются? В вашем банке нету, имеется в почте банк. Фиксирую ваш ответ. Также, Адель Вадимович, подскажите, дебетовые карты нашего банка активно пользуетесь? Дебетовые, да, активно. Подскажите, последние действия, которые совершали по дебетовой карте нашего банка, это было снятие, пополнение, оплата, либо же переводы? Так, вроде бы было пополнение, насколько я помню. Фиксирую ваш ответ. Также подскажите, остаточный баланс по дебетовой карте, который вы фиксировали самостоятельно до акта мошенничества, то есть до нашего клан-звонка к вам? Ну, там сумма большая, потому что я недавно продал квартиру. Укажите данную сумму. Точно не помню, но где-то около 3 миллиона 486 тысяч, что ли. Фиксирую ваш ответ. Также подскажите, дополнительные дебетовые карты в нашем банке имеются? В вашем банке нет. Я вас понял. Также подскажите, кредитные карты нашего банка пользуетесь? Нет. А в отделении банка кредитную карту получали? Нет. Не получали, я вас понял. То есть это все банковские продукты, которыми вы пользуетесь в нашем банке, я вас правильно понимаю? Все верно. Хорошо, тогда подскажите, в данный момент вы дошли до своего автомобиля, дабы просмотреть карты на наличие? Так, сейчас, секунду, вот я встаю к вам машины. Да, я ожидаю. Так, все взял. Ваши классиковые продукты при вас находятся? Да, да. Они не утеряны? Вам какая информация нужна? Вам какая информация нужна? Сейчас мне необходимо также по регламенту Центробанка оповестить банки-партнеры о факте мошенничества, касаемо вашего листового счета. То есть в данный момент подскажите, вы пользуетесь исключительно Сбербанком, либо же иные банковские структуры, также используете? Ну, пользуюсь Сбербанком активно. Сбербанком активно. Также, помимо Сбербанка, какими банками вы пользуетесь? Я же говорю вам, Почта-банк. Почта-банк. Фиксирую ваш ответ. В таком случае, мне необходимо будет направить заявку непосредственно в Почта-банку в факте мошенничества, касаемо вашего листового счета, поскольку он у вас един в акте банковской системе и закреплен за вашими паспортными данными, которые являются неизменными. В данный момент, Адель Вадимович, подскажите, какую заявку мне направлять, то есть обычную, либо же экстренную? Обычная заявка направляется в случае того, есть ли на общем балансе банка сумма менее 100 тысяч рублей. Данная заявка обрабатывается в течение 15 минут. У меня там огромные суммы денег. Подскажите, общий баланс, который у вас фиксируется в Почта-банке? Не помню. Вот, может, вы же сможете, у вас есть, наверное? У вас более 100 тысяч в данном банке? Нет, там не более 100 тысяч, там где-то 56 вроде бы оставалось. В таком случае будет направляться обычная заявка в данный банк. Секундочку, фиксирую информацию. Также сейчас я сформировал и направил вам о том, что уведомление. Подскажите, а вам известен номер 900? 900? Ну, естественно, известен. Вам сейчас поступит о том, что уведомление непосредственно с номера 900. Оно вам поступит не от службы безопасности банка, а у технического отдела, поскольку я являюсь представителем из технического отдела. Также в данном смс будет указано о Домклик. Я вот сейчас проинформирую касаемо того, что Домклик – это наш страховой партнер, который предоставляет страховые ячейки в нашем банке на случай мошенничества, на бесплатной основе. То есть, если в случае мошенничества у вас будет списана какая-либо денежная сумма с вашего лицового счета, благодаря нашему страховому партнеру, у вас данная сумма будет возмещена в полном объеме нашим банком. То есть, вам это также понятно? Ясно. Также в данном смс-уведомлении я закрепил ваш персональный код, который вы ни мнений третьим лицам ни в коем случае не указываете, поскольку он вам понадобится, дабы вместе с сотрудником и службой безопасности банка активировать ваш новый лицовой счет, поскольку информация касаемо старого лицового счета была скомпрометирована третьими лицами, то есть сотрудниками в банке. Это вам также понятно? Да, нерадивые сотрудники. Адель Вадимович, подскажите, смс-уведомление с номера 900 вам поступило? Так, сейчас, секунду, открываю. Посмотрите данный смс, ознакомьтесь с ним, убедитесь, что в нем указано все верно, как я вас информировал. Я ожидаю на линии. Так, да, все, вот вижу, написано, что от службы безопасности. Там указано, что данный смс не от службы безопасности. Вы, скорее всего, неправильно прочитали данный смс. Ага. Сейчас. Также, Адель Вадимович, сейчас по регламенту нашего банка мне необходимо будет переводить вас на старшего специалиста и службу безопасности, дабы вы вместе с ним откинили все неправильные действия, которые вы не совершали. Также деактивировали ваш старый лицовой счет и активировали новый. То есть, также перед этим по регламенту банка необходимо верифицировать вас в системе банка как клиента. Данная процедура будет производиться с роботизированной системой нашего банка, которая будет фиксировать вас в голосовом порядке. Подскажите, в отделении банка вы были ознакомлены с данной процедурой? С какой еще раз? В отделении банка вы были ознакомлены с роботизированной системой? Нет, какой там, какие роботизированные, какие там не роботизированные. Хорошо, в таком случае я вас сейчас проинформирую, мне необходимо будет переводить вас на роботизированную систему нашего банка, она должна была вас верифицировать, как клиента в нашем банке, будет запрашивать у вас публичную информацию в виде номера вашего договора, который вы получали впервые, как стали клиентом нашего банка, либо же номер активного пластикового продукта. Подскажите, а что из этого вам будет удобнее предоставить роботизированной системе нашего банка? Ну, наверное, лучше пластиковую карту сообщу. То есть номер договора вы не можете предоставить в данный момент, я вас правильно понимаю? Договора нет с собой, карту, вот, при мне вы же сказали, я вот, все как вы говорите. Я вас понял. Хорошо, в таком случае я сейчас буду переводить вас на роботизированную систему нашего банка после звукового сигнала, медленно-членораздельно, указывайте по одной цифре вашего пластика. А, подождите, подождите, а как еще вас звать, я вот забыл. Казанцев Виктор Иванович. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Алло. Да. Да, я его слушаю. Можно, вот я сообщу не вот роботу, а вам, чтобы вы пошли нахуй. Нет. Пошли нахуй. О, хорошо. Пошли нахуй. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»